Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Нази. Вот хочу дополнить немножечко ещё о Аврааме и о Мухаммеде. Итак, мы помним, что жена Авраама Стара велела прогнать сына Агари, рабыни, египтянки, который посмеялся над её сыном Исааком. Итак, Авраам послушался, но только после того, как ему явился ангел Господень и сказал, что и от Измаила я произведу великий народ. Ну, вот так вот и случилось, потому что Мухаммед вот как раз и является потомком Измаила. Но вот мне очень импонирует то, что автор этой статьи проводит параллель между Мухаммедом и Авраамом. Вот послушайте, какой. Если бы Мухаммед, намереваясь дать арабам религию, имел в виду не истину, а укрепление их национальной особенности, то он должен был бы выставить на первый план не Авраама, а традиционного родоначальника своих соплеменников, Измаила, представить его пророком, посланным специально для арабов, а самого себя восстановителем религии Измаила. Но хотя Мухаммед ограничивал, особенно сначала свое посланничество одними арабами, считая себя имеющим поручение от Бога именно к этому народу, однако самое поручение это состояло не в том, чтобы укреплять арабскую национальность и утверждать особое для этого народа исключительно предназначенное духовное начало, а в том, чтобы проповедовать арабам истину Единобожия. А традиционным представителем этой истины в древности был не Измаил, а Авраам. Авраам не был национальным пророком, он не был послан специально к арабам, они почитали его вместе с другими народами, иудеями и христианами. Выставляя ислам как религию Авраама, Мухаммед надеялся сделать свою проповедь убедительной и принятие ее нравственно обязательным для добросовестных последователей Моисея и Христа. Он надеялся согласить монотеистические религии между собой, возвращая их к их общему источнику. Если иудеи и христиане, думал он, искренне одобряют веру Авраама и считают его родоначальников своей религии, то они должны принять и его, Мухаммедову проповедь, так как он проповедует им эту самую Авраамову веру. И ничего более. Авраам не был, читаем в Коране, ни иудей, ни христианин. Он был правоверный. Мусульманин, поклонника единого Бога. Ближе всех к Аврааму, те, которые следуют ему и этому посланнику, Мухаммеду, и веруют, как он Бог, глава верующих. Это сурья, сура третья, шестидесятый и шестьдесят первый стих. Тут уже Авраам не ставится в ряду прочих пророков, и его религия не признается единой из безразлично равных форм монотеизма, а выставляется как безусловная норма для других монотеистических религий. Это еще настойчивее подчеркивается в суре второй, данной также в Медине, как и третья. Евреи и христиане говорят, примите нашу веру, если хотите встать на пути спасения. Отвечай им, мы следуем вере Авраама, который отказался кодить идолам и поклонялся только единому Богу. Скажите, мы веруем в Бога в книгу, Откровение, нам посланное, в то, что было открыто Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и родоначальникам двенадцати колен, мы верим учению Моисея, Иисуса и пророков, мы не делаем между ними никакого различия, и мы ему, Аллаху, себя предаем. Если христиане и евреи имеют ту же веру, они находятся на том же пути. Если уклоняются от него, то произведут с тобою раздор. Но Бог даст тебе силу бороться с ними, потому что Он слышит и понимает все. Наша вера от Бога, и мы ей верны. Кому как не Богу давать людям религии? Скажи им, станете ли вы спорить с нами о Боге? Он владыка и ваш, и наш. У нас наши дела, у вас ваши, но вера наша чиста. Скажете ли вы, что Авраам, Измаил, Исаак, Иаков и родоначальники колен Израилевых, были иудеи и христиане? Это сура 2, 129-134 стих. Выражение «наша вера от Бога» и «кому как не Богу давать людям религии» вполне объясняют, в каком смысле нужно понимать признание Мухаммедом прочих откровений без всякого различия между ними. Все эти откровения происходят от Бога, но происходит порознь, без всякой генетической связи между собой. Поэтому Коран вовсе не зависит от прежних откровений. Он согласен с ними и подтверждает их, но он, как и они, послан прямо с неба, от единого Бога. Нет Бога, кроме Бога Живого и Вечного. Он послал тебе книгу, откровение, содержащую истину, чтобы подтвердить Писание, бывшее прежде нее, раньше нее. Он не спасал эти книжи и Евангелие для руководства людей. Ныне послан он, ныне послал он просвещение. Это сура третья. Первый, второй стих. Идея постепенного откровения Божия соответственно процессу духовного развития человечества совершенно чужда Мухаммеду. Поэтому Мухаммед нигде не выставляет учение Корана как высшую ступень религиозного развития, признаваемое им превосходство этого учения, равно как и вера Авраамовой, с которой оно, безусловно, тождественно, состоит не в большей полноте или высшей развитии религиозной истины. А единственное только в том, что здесь эта истина остается в своей первоначальной чистоте и простоте. Наша вера чиста. Все пророки получили чистую веру с неба, но затем она искажалась частью от действия злого духа, частью по вине людей. Каждый раз, как мы посылали пророков, сатана примешивал заблуждение к их учению. Это сура 22, 51 стих. Мы приняли, говорит Аллах, христиан в заветской, но они забыли часть наших заповедей. Мы посели между ними распри и ненависть. Они погаснут лишь в день воскресенья. Скоро они увидят, что они сделали. Ну вот, вот такой небольшой подрывочек из этой книги, которую я нашла недавно, на сайте предания.ру Магомед, его жизнь и религиозное учение. Давайте будем вразумляться, что Он единый у нас, Бог живой. Нажимайте колокольчик. Пишите комментарии. Вера похожа на большую гору, а все религии как тропинки вокруг этой горы. Но каждая тропинка все равно ведет на единственную вершину. Вот, наверное, Он и пришел. Это день страшного суда, который мы сейчас с вами все проходим. И по вере нашей нам будет отмерено. Всего доброго.